Доброе утро, дамы и господа. Мы приветствуем вас в конгрессно-выставочном зале Парка Патриот. Начинаем наш брифинг. Представляю слово заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Сергею Рябкову. Спасибо большое. Доброе утро всем, уважаемые коллеги. Я тоже рад приветствовать собравшихся на сегодняшнем мероприятии, которое, на наш взгляд, имеет принципиально важное значение в свете развития событий, связанных с договором о ракетах средней и меньшей дальности. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить канву происходившего в последние годы вокруг договора. Полагаю, будет не лишним ее кратко обозначить. Как известно, корень накопившихся проблем заключается в наличии у России и США взаимных претензий по вопросам, связанным с соблюдением договора. В течение многолетних дискуссий нам так и не удалось сблизить позиции. По нашему глубокому убеждению, такое положение дел сложилось только и исключительно в результате выбранной Вашингтоном линии, а также манеры вести дела. Так, еще 15 лет назад США, по сути, в одностороннем порядке, свернули работу специальной контрольной комиссии по договору, заявив о нежелании продолжать обсуждение уже имевшихся у России на тот момент озабоченностей в отношении соблюдения американской стороной ДРСМД. На том этапе речь шла о производстве и испытании американской стороной первых образцов ударных беспилотников, которые полностью подпадают под содержащиеся в ДРСМД «Определение крылатой ракеты наземного базирования средней дальности». Прошу дать первый слайд. Кроме того, нами ставился вопрос об использовании Пентагоном, противоречащим договору образом так называемых ракет-мишеней, аналогичных по характеристикам наземным баллистическим ракетам средней и меньшей дальности. В случае с ударными беспилотниками уже тогда было очевидно, что Соединёнными Штатами предпринята неправомерная попытка вывести из-под охвата договора вооружения, которые способны решать задачи, сопоставимые с возлагавшимися ранее на запрещенные под РСМД системы. В части, касающейся ракет-мишеней, мы имели и по-прежнему имеем все основания полагать, что под видом противоракетных испытаний, либо одновременно с ними, происходит отработка технологического потенциала баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей, то есть запрещенной по договору дальности. Пять лет назад в Вашингтоне посчитали необходимым вернуться к разговору с нами по тематике соблюдения ДРСМД. Однако только для того, чтобы голословно обвинить нас в нарушении договора, нам было вменено производство и испытание крылатой ракеты наземного базирования с дальностью свыше 500 километров. Но в ходе последовавшего пятилетнего обсуждения в различных форматах, включая специальную контрольную комиссию, американцы так и не предоставили в обоснование своих утверждений каких-либо данных, позволяющих перейти к профессиональному разбору проблемы. Характерно, что в течение продолжительного времени они даже отказывались четко указать на конкретный тип ракеты в российском арсенале, ограничиваясь намеками и недомолвками, а также ссылаясь на некие загадочные разведданные. Лишь около года назад США наконец сообщили, что речь идет о ракете 9М729. Однако так до сих пор и не объяснили нам, на основании каких сведений в Вашингтоне заключили, что данная ракета испытывалась на запрещенную по ДРСМД дальность. События последнего времени, к которым мы еще вернемся, со всей очевидностью указывают на то, что определенные силы в США просто не были заинтересованы в том, чтобы дать нам возможность опровергнуть в ходе технического экспертного диалога свои ошибочные либо сфабрикованные сведения. Ведь это позволило бы раз и навсегда закрыть данный вопрос. Ясно, что соответствующая проблема создавалась и раздувалась отнюдь не для того, чтобы так просто снять ее с повестки дня. Все эти годы Вашингтон по-прежнему не считал нужным воспринимать всерьез и сколько-нибудь учитывать российские претензии. В 2014 году к ним добавилась новая озабоченность, имеющая отношение к наземному развертыванию универсальных пусковых установок Марк-41, позволяющих осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности «Томагавк». Я прошу третий слайд. Это прямо запрещено по договору. Однако добиться от США конструктивного рассмотрения данной проблемы нам также не удалось. Заведя обсуждение встречных претензий в тупик, США резко обострили ситуацию вокруг ДРСМД, безответственной и безапелляционной пропагандистской кампании, а также провокационными решениями по финансированию так называемых ответных военных программ, которые при дальнейшей реализации пойдут вразрез с требованиями договора. Недавно американская сторона предприняла новый разрушительный шаг. На высшем уровне было заявлено о намерении Вашингтона выйти из договора. Практически сразу данное намерение нам подтвердили под двусторонним каналом. При этом было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а соответствующее решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным. После этого в рамках устроенных американцами политических игр были анонсированы планы приостановить со 2 февраля выполнение своих обязательств по договору, если Россия не устранит предмет своего так называемого нарушения. В свою очередь считаем, что в силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны, обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора, несостоятельно, а само это решение ничтожно с правовой точки зрения. На практике это означает, что на период так называемой приостановки договор продолжит свое действие, оставаясь обязательным для сторон. Характерно, что в официальных выступлениях представителей администрации США о планах приостановить выполнение ДРСМД, как ранее и в заявлении президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора, четко прозвучала реальная причина для подобных мер. Она заключается в стремлении Вашингтона обеспечить себе полную свободу рук в выборе средств противодействия тем странам, которые обладают арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и которые отнесены США к геополитическим противникам и оппонентам. Таким образом, вынуждены исходить из того, что американская страна намерена денонсировать договор вне зависимости от мнения и действий России. Тем не менее, нами была предпринята еще одна попытка удержать США от деструктивных шагов по отношению к ДРСМД. На фоне созданного американской стороной искусственного цейтнота мы выступили с несколькими инициативами по безотлагательной организации консультаций по всему спектру связанных с договором вопросов. Предложили провести их в любом удобном для США формате. В результате наших настойчивых обращений в Вашингтоне согласились на проведение двусторонней встречи с участием межведомственных делегаций. Как известно, такая встреча состоялась 15 января в Женеве. Несмотря на предпринятые с российской стороны усилия, она завершилась полным провалом. Делегация США прибыла на это мероприятие с единственной целью – по заранее написанным тезисам констатировать, что Россия отвергает выдвинутый ей ультиматум с требованием односторонних уступок с нашей стороны, предполагающих проверяемое уничтожение всех ракет 9М729, их пусковых установок и вспомогательного оборудования. Разумеется, такой подход не имеет ничего общего с добросовестной попыткой выйти на устраивающую обессорной развязки и абсолютно неприемлем для нас по своей сути и содержанию. Вашингтону об этом прекрасно известно. Со своей стороны работали в Женеве, исходя из чёткого намерения добиться прогресса в урегулировании на основе взаимности, урегулирования встречных претензий сторон. Ради нахождения реалистичных и работоспособных решений и, соответственно, путей спасения договора, мы заявили о готовности в духе доброй воли и на основе принятого у нас политического решения пойти на беспрецедентную транспарентность за рамками наших обязательств по ДРСМД. В частности, предложили организовать для американской стороны показ и брифинг по ракете 9М729 и её пусковой установке. В качестве ответного шага предложили США совместно подумать над мерами транспарентности в отношении средств, являющихся предметом российских озабоченностей, обозначили конкретные опции. Убеждены, именно такие конструктивные действия сторон открывали бы путь к сохранению договора, чего ждёт от обеих наших стран без преувеличения всё мировое сообщество. Однако наша инициатива была с порога отвергнута. Представители Вашингтона даже не захотели вникать в существо и нюансы наших предложений. По итогам встречи стало понятно, что для США она была простой формальностью. Подтвердилось, что все решения в Вашингтоне давно приняты. Об этом свидетельствуют и другие действия США в рамках планомерных усилий по продвижению к слому договора. Не секрет, что уже в течение продолжительного времени в США полным ходом проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по различным ракетным системам, создание которых противоречило бы духу и букве ДРСМД. По имеющейся информации, корпорации военно-промышленного комплекса США давно и активно развивают соответствующий потенциал для производства новых ракетных вооружений. В частности, на заводе корпорации «Рейтон» в городе Туссен, штат Аризона, с июня 2017 года проводятся масштабные мероприятия по совершенствованию его материально-технической базы. Пожалуйста, четвёртый слайд. В результате производственные мощности завода уже увеличились на 44% с 55 до 79 тысяч квадратных метров. При этом строительные работы продолжаются. Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-космической отрасли и способен выпускать практически все типы ракетного оружия, в том числе крылатые ракеты средней и меньшей дальности. Примечательно, что о финансировании работ по расширению производственной базы завода в Туссене и планируемом увеличении численности его сотрудников на 2000 человек в «Рейтон» заявили ещё в 2016 году. В условиях, когда американская сторона так и не дала нам возможность на деле доказать нашу правоту в двустороннем формате, мы посчитали необходимым сделать это публично и с привлечением военных специалистов из заинтересованных стран. На сегодняшнее мероприятие здесь, в Парке Патриот, были приглашены представители государств ОДКБ, БРИКС, Европейского Союза и НАТО, а также некоторых других европейских и азиатских стран. Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину. Сегодня наши коллеги из Министерства обороны Российской Федерации продемонстрируют, что ракета 9М729 не могла испытываться на запрещенную по договору дальность в диапазоне от 500 до 5500 километров. Она для этого не разрабатывалась. Разумеется, с учётом открытого характера нашего мероприятия мы не сможем вдаваться в те подробности, которые могли бы быть предметом для обсуждения в рамках конфиденциального экспертного диалога с США и, соответственно, в ходе аналогичного показа и брифинга для американской стороны, от которого она отказалась. Тем не менее, убеждены, что представленной сегодня информации и визуального осмотра модернизированного ракетного комплекса «Искандер-М» с крылатой ракетой 9М729 будет более чем достаточно для формирования непредвзятого представления по данной ракетной системе, подтверждающего неоспоримость нашей позиции. Рассчитываем, что предоставленные нами объективные технические данные и высказанные аргументы подвигнут к активизации те мыслительные процессы в США, которые могут позволить дать ещё один шанс диалогу в целях сохранения ДРСМД. Со своей стороны, по-прежнему готовы к такой работе. Она должна вестись с обязательным взаимным учётом интересов и озабоченности обеих сторон и без контрпродуктивных ультиматумов. Договор должен быть сохранён. Выбор за американской стороной. Я благодарю вас за внимание и за терпение. И теперь с удовольствием уступаю микрофон коллегам из Министерства обороны Российской Федерации. Брифинг проведёт начальник ракетных войск и артиллерии вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и является бессрочным. Стороны взяли на себя обязательства ликвидировать свои ракеты наземного базирования средней дальности и меньшей дальности, пусковые установки таких ракет, а также связанные с ними вспомогательные сооружения и оборудование. В дальнейшем не производить никаких ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, никаких ступеней и пусковых установок таких ракет, а также не проводить лётные испытания таких изделий. К июню 1991 года Советский Союз уничтожил 1846 ракет средней и меньшей дальности. Из них 889 средней дальности и 957 меньшей дальности. Результаты выполнения Советским Союзом этого договора с указанием наименования и количества ликвидированных ракет, а также вспомогательных объектов и оборудования представлены вашему вниманию на экране. В качестве жеста доброй воли Советский Союз также ликвидировал новейшую в то время ракету оперативно-тактического ракетного комплекса АК, максимальная дальность полёта которой составляла 400 километров. Были ликвидированы 106 пусковых установок и 239 ракет данного ракетного комплекса, хотя он не подпадал под действие договора. На сегодняшний день действующими обязательствами сторон по договору является запрет на производство ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, ступеней и пусковых установок таких ракет, а также проведение лётных испытаний таких ракет. Россия выполняла и продолжает неукусительно соблюдать положение договора и не допускает каких-либо нарушений. В настоящее время Соединёнными Штатами Америки развернута кампания по обвинению России в нарушении договора. Их суть сводится к тому, что в Российской Федерации создана крылатая ракета наземного базирования, якобы имеющая дальность полёта свыше 500 километров. При этом никаких объективных данных, подтверждающих нарушение России договора, нам не представлено. Сегодня мы в рамках добровольной транспарентности предоставим информацию о крылатой ракете 9М729, которая по версии Соединённых Штатов Америки отозвращается с нарушением договора от 8 декабря 1987 года. Крылатая ракета 9М729 является модернизированным вариантом крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав ракетного комплекса «Эскандер-М». Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов. На ракете 9М729 рассмещено боевое оснащение повышенного могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую точность поражения цели. Изменение количества боезаряда и внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению ее длины и, соответственно, размера транспортно-пускового контейнера. Общая длина транспортно-пускового контейнера возросла на 53 сантиметра. Ракеты 9М728 и 9М729 снаряжается боеголовкой и заправляется топливом только в заводских условиях. Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованием договора. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны. В войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ. Остановлюсь на конструктивно-компоновочных схемах ракет 9М728 и 9М729. Прошу внимания на экран. Вот идентичные системы агрегаты ракет. Стартовая двигательная установка «Пороховой заряд» показан коричневым цветом. Маршевый двигатель – белым цветом. Топливная система – желтым цветом. Особо хочу обратить ваше внимание на то, что стартовые маршевые двигатели с топливной системы ракеты 9М729 остались без изменений. Объём, масса топлива остаётся такой же, как и в крылатой ракете 9М728. Вместе с тем, доработка головной части системы управления наряду с увеличением длины ракеты привели к росту её массы. Боевая часть ракеты 9М729 показана на слайде красным цветом в бортовой комплекс управления сине-зелёным. В результате максимальная дальность полёта ракеты 9М729 уменьшилась на 10 километров по сравнению с ракетой 9М728 и составляет 480 километров. Указанная дальность была подтверждена в ходе стратегического командно-штабного учения «Запад-2017». Изменившиеся по длине габаритные размеры ракеты 9М729 и её контейнера не позволяют разместить её на самоходной пусковой установке взамен изделия 9М728. Поэтому для ракеты 9М729 разработан специализированный вариант самоходной пусковой установки. Кроме того, на этой самоходной пусковой установке размещаются 4 ракеты 9М729, а не 2 ракеты 9М728, как на старой пусковой установке. Соответственно, это привело к увеличению длины пусковой установки и её высоты. Уважаемые дамы и господа, что касается заявлений Соединённых Штатов Америки о пусках ракет на полигоне «Капустин-Яр» в Астраханской области. То могу вам сказать, что кроме ракетных войск и артиллерии сухопутных войск, на данном межвидовом полигоне проводятся испытания ракет для ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил, войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации. Статистика пусков ракет и ракет-мишеней в 2008-2014 годах со стартовой площадкой, с которой, по мнению Соединённых Штатов Америки, якобы осуществлялись пуски ракет 9М729, представлено вашему вниманию на слайде. Как видите, на полигоне испытывается широкий спектр различных изделий, осуществляющих полёт, в том числе и на дальность, превышающую 500 километров. Таким образом, за период с 2008 по 2014 год на полигоне проведено более 100 пусков ракет различного назначения. Все пуски ракет класса «Земля-Земля» проводились на дальность, не превышающие ограничения, предусмотренные договором. Исключение составляет только пуски ракет средств стратегического назначения, уведомления по которым направлялись Соединённым Штатам Америки в рамках соглашения от 1982 года. Подводя общий итог, хотелось бы отметить, что представленные показатели наглядно демонстрируют нашу повышенную транспарентность в области ракетостроения и подтверждают приверженность России к безусловному выполнению договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. Далее, уважаемые коллеги, мы вам практически представим с осмотровой площадки самоходную пусковую установку в стартовом положении транспортно-пусковой контейнер изделия 9М729 и транспортно-пусковой контейнер крылатой ракеты 9М728. КОНЕЦ